здравствуйте друзья кажется сегодня 30 марта снега уже нет это тепловая подушка а его и не было так что удивляются что у меня теплее чем в европе где до сих пор снег растаять не может его просто и не было а сейчас мы о серьезном деле поговорим я ввожу в науку новый термин называется инфицирование если быть точнее я уже лет 10 как его вел но реакция ноль с одной стороны необыкновенное качество плоды невиданное ну то есть по принципу одно дерево один новый сорт вот пусть вегетативный пусть проклятый наукой и забытый но он все-таки существует а сейчас о чем мы поговорим значит дело в том что я заметил что здесь прививки вот они все что здесь есть привита на в основном на мажорский абрикос так и привиты культурные сорта вот есть новички в моем саду вот я до сих пор не знаю что это будет почему это чернок я привез украины вот условное название персиковый вот оно еще же условное надо еще убедиться в этом урожай ожидаю в этом году но что интересно у меня дикари ой я не то слово применил не неведомая в сибири сорта не дикари а чужаки чужаки они плохо поддаются перед прививкой вот он третий этаж смотрите мертвая идем дальше смотрим с этой стороны мертвая полумертвая вот и один год вот этого что это такое посмотрим так снова мертвая ну то есть полу живая это уже даже стыдно назвать мертвая и мертвая и так дело в том что чужаки плохо приживается но у меня есть уже достаточно сделал сотни-сотни таких привык называют а третий этаж то есть подвой привой и до привой еще привой вот и я буду это дело продолжать я сейчас коплю вот допустим я не могу у меня я умру если я вот эту вот вертикальную ветку практически скелетный не привью вот скелетные ветки видите как я буду делать вот это вот следующее дерево это поздний пианиста уникальный сессор средний вес плодов 100 грамм а самая крупная 120 и пусть не взвешивал где-то в 130 грамм вот с него видите она еще вот видите я еще только срезал так срезал и еще срезал вот и тогда положил в холодильник и через две недели привью например вот сюда видите почему потому что нужны разнообразие каждый вегетативный гибрид он в единственном числе и не повторяется значит нужно чтобы можно было как горящие пирожки клепать выпекать новые сорта это интересно вот но практически еще вам не понятие понятие инфицирование еще не раскрыл давайте попробуем меня потолкнуло вот это дерево это манджуриц он единственный который не привет он уже давно кандидат чтобы выпилить потому что посмотрите кроны когда кроны сам кросса это будет тихий ужас между ними всего метра двадцать где-то но стоило ну то есть подошел я такой с намерением таким знаете кровожадным уничтожить и вдруг я смотрю к весне есть такая особенность у деревьев знаете какое именно у академиков менять свою окраску и становиться похожими именно на академика и на кого другого а всю зиму они были одинаковые и по коре по почкам невозможно было отличить и вдруг тогда я взял и начал срезать в эти ветки смотрите точная копия академика точная копия вот весной они становятся вот такой вот такой расцветки желтые и пятнистые видите но дело-то в том что подходим по валеньку ближе дело-то в том вот видите именно вот такая расцветка когда но ведь это не академика там он живет а как это случилось а вот так ребята вот он академик привит но не пошел привит но не пошел видели два еще где-то раз два где-то было третье так ну пусть даже нету третьего но именно это я называю инфицирование то есть выживляется живая моментально идет захват ой ёлки палки сейчас минуточку это прививка или и не прививка нет это пошла отсюда сбоку просто прививки вот они оба почки обе веточки мертвой так и так вдруг выясняется что это и есть псевдоакадемик какие будут плоды почек много урожай жду посмотрите видели тут ты сотни если не тысячи цветочек почек и тогда этот процесс остановил что с этими делать я не знаю ну скорее всего костер почему потому что я объясню это в самом конце разговора сейчас мы отсюда уйдем но прежде всего я покажу часть этого разговора смотрите персик хасанский привит на китайскую сливу сливу я не стал отрезать так я жду на ней плоды почему влияние на персик сливы посмотрим когда вот плоды и влияние персика на сливу посмотрим один вариант второе и так снова персик вот он и сбоку вылез подвойный именно подвойный ветка манжурского абрикоса так видите вот здесь он уже не такой как там я показывал на абрику похож на академик этот похож не знаю на что мне надо дождаться плодоношения персика повлияет ли на него нет уже повлиял уже не замерз он же не укрытый а ему уже сколько пять примерно лет или шесть вот жив курилка раз теперь влияние его на абрикос какое будет не знаю я посмотрю на плоды поэтому я не стал отрезать отпиливать жду урожая вот ну и для как-то назвать для контрольный экземпляр вот он чистый персик а уже не чистый снизу уже а полез манжурский абрикос видите посмотрели но это еще не все вот снова итак я насаждаю академика так вот и может быть еще один два сорта я как бы интригую похоже на академика вот по вот видите смотрите это когда вы будете вам будет продавать чередки вы скажете караул на дуле вот какие они весны а теперь смотрим вот на эту бирку а нет это прививка мертвая а где бирка самого дерева а вот чем интрига опять не пошла так вот пошла но кое-как так мне вот это интересно сейчас возьму я это ничего не готовил этот разговор что будет то будет внимание академик видели вот значит допустим вот это дерево так вот она опять получилось ну пока как бы статистику собираю вот вот это на место то есть подорил ападемик пошел но слабенько пошел рядом мертвый видите вот есть еще где-то 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 а вот еще мертвых нет живой вот он живой ладно и так что мы видим манжурский абрикос так благодаря вот этим скелетным прививкам внешне превратился чисто в академик теперь я его молиться на него буду ветки эти я подрежу они никому не нужны к тому же я не гарантирую что это академик вот почему стал бы я академика привател академик нет конечно вот а бирка утеряна но всего-то несколько месяцев прожить и от чудо посмотрите что из этого получится а потом осенью мы сюда вернемся а сейчас вторая половина фильма будет снята вон на том участке почему потому что мы подходим сенсации мы подходим к инфицированию в чистом виде здесь почему я так показывал специально 50 на 50 то ли нет то ли да а там покажу чистый пример я специально начал с таких а теперь пойдем туда вот кстати вырастил семечко королевский абрикос господи как он похож на культурный ой с косточки господи дожить бы ну ка светочные почки а ему уже четыре года а он и сеется заплодносит или нет не вижу ну-ка ну вот такие вот нет вот они цветы есть другое дело в этом году будет первое или в следующем вот первый год обманчивый полюбовались да и что это будет ведь у меня же нет чистых сортов это королевский а кто у него папа в этой косточке неизвестно ну что я пока отключаюсь идем туда закончим этот разговор сенсации так друзья вторая пола фильма тема инфицирования новый термин предлагаю в науке предложил 10 лет назад результата пока нету но я продолжаю собирать доказательства королевский абрикос вот он какой видите кстати веточку подвойную не отрезаю я хочу чтобы на ней хочу плоды увеличились два раза как минимум то есть пусть это будет еще не вегтативный гибридат пусть это будет ментор пусть ну не знаю в этом году получится нет цветущей почки пока не вижу ну ладно это я и отплёкся инфицирование это тот же ментор но особый и так когда-то вот эти два дерева они сенсационные почему их папа вот он вот это их папа или мама мама папа мама вот он манджурский абрикос супер сорт он уже по себе супер потому что в прошлом году позапрошлым собрали 40 ведер вот после этого полюбуйтесь сами вот это не собрано потому что после 40 ведер ни сил ни здоровья и все отказались больше не можем это после 40 ведер смотрите сюда видели видели а дать что там еще делается она еще и туда проникла к соседу и там сплошной ковер был от этого и вот это и есть родитель его дитя было посажены и привиты привиты они были кажется королевским пусть будет так сейчас посмотрим полюбуемся а нет академиком я люблю академика и так академик умер не родившись то есть привитая веточка была тут вот вот доказательства видите может пожил немножко и умер а вот это все и уже чистый манджурис манджурис и плоды на нем были ну довольно крупные 20 грамм 25 последний год взяла и дало 40 граммовые плоды но если большинство было 30 35 грамм до 40 вот это дерево причем второй год плодоносит вот фотографии есть и даже есть фильм вот и второе дерево оно в догонку стало таким крупноплодным вот оно тоже было привито прививка не пошла и именно вот так что случилось ну конечно повлияло на морозостойкость это теперь не чистый манджурис это гибрид манджуриса с кем-то с кем в данном случае не скажу а вот это скажу и докажу это получился вегетативный гибрид вот вы уже видели первую половину фильма вот так выглядят веточки академика вспомнили надеюсь видно вот это веточки академика что я сделал я срезал 3 ветки так для вас почему она пробу я расскажу об этом на вебинаре вот в частности видите вот они вот я расскажу на вебинаре и скажу ребята вот я назвал этот сорт агу в прошлом году срезал потом выкинул вот они вот свежие вот вот она свежая краска в этом году я вот она видите мягкая еще не застыла в этом году вот я оранжевая краска это срезы за замазываю вот эти три веточки 1 2 3 и вы теперь можете у меня их приобрести эти же 20 рублей 200 рублей это это не цена именно за что а кстати вот так и делал обрезку вот и делал обрезку еще раз я тогда и обратил внимание что вылитый академик смотрите смотрите вылитый академик вот это вот для вас вот это я отрезал вот это я отрезал и он твой это вот видите вот это привет если получится что их действительно они нужны науки когда-то не скажет давно 10 пора нам заняться чудесами нельзя же все время смотреть это на любительский сад мы же профи мы не можем оставить покоя если вот те три человека я продам я их назвал знаете как этот сорт инфицированный назвал манджурский не так супер манджурский супер то есть все-таки манджурец но представьте качество и культурно еще раз говорю я здесь снимал упавшие прям с дерева я снимал плоды вот такие вот вниз фотографии я еще на это самое даже в отдельном фильме сегодня всем фильме я это показывал то есть я ничего не выдумываю и вот они супер ветки воды если вдруг те три купят и еще вот эти свежу но уже скоро весна пора резать а у меня а у меня после таких вот казалось бы заманчивых фильмов никто ничего не покупает и это бывает и часто бывает я сейчас срезал 20 веток персиков до гонку да вот хасанский с привитых деревьев и привитые вреды я вам показывал первую часть фильма и тогда скорее всего их тоже не купят уже похоже в стране садоводов не осталось посмотрите никакой реакции глаза пустые эти самые 200 этих украли те же мои фотографии в том числе и персики когда мой персик хасанский назвали этим самым сибиряк перчик сибиряк звучит да значит сибири к покупаем вот эта фотография моя а перчики-то из детали из испании вот они и минус 20 не выдержит вот это действительность и так я вам показываю и заканчиваю этот фильм на том что это инфицированные деревья да они потеряли частично морозостойкость но это личное доказательство того что в них теперь немного потеряна морозостойкость частично за счет внедрения культурных этих самых генов но целом целом для манджурца как разновидности манджурца учитывая великолепнейшие вкусовые качества вес до 40 грамм плоды необыкновенной красоты да вот и то что их можно культивировать более южных районах повторяю средне зимняя температура у меня эта статистика на 8 градусов ниже чем подмосковье поняли значит там это должно все расти вот и давать плоды которые нет не под начали эти выросли деревья которые никогда не замерзнут никогда вот такая у меня эти мысли появились когда я увидел что деревья инфицированы вот еще раз и когда они взяли и начали укрепляться плоды укрепляться укрепляться на не на непривитом дереве прививка умерла прививка умерла вот так вот инфицирование это это назову это термин специально для непроснувшихся прививок которые все таки передали гены вот и инфицирование от слова инфицировать но это уже знаете можно было бы другой термин применить ну какой как от гриппа мы защищаемся может было прививание но инфицирование но лучше слушается смотрится чем прививки термин прививка уже занят а так бы да это как прививка при гриппе новое качество обеспечены все на этом я заканчиваю благодарю за внимание еще скажу судьбу вот этого абрикоса банджурса значит первый вариант в отчаянии собирался его пилить вот видите почему 40 лет прожил у него не гниет основания штампа не гниет и все посадка на холм сам холм вот ради холм а это называется склот все было было дурь научили видите это меня научили спасибо отцы родные вот как я сейчас понимаю у них самих садов то нет но учить это мастера это раз вот это от тяжелейшего снега упала спасал как мог рада на кольцо я сколько мог спас выбросила ветку теперь эта ветка уже если за все годы дала уже ведер 10 только вот это вот это вот это вот это за все годы и тогда ветки верхние половину оказалось сухих двадцать третий год урожая ничтожный уже не тот что был в 22-м 40 тысяч и тогда бы в отчаянии я сказал выпиливаю потом у меня на меня обрушилась чуть ли не ругань не смейте пусть поживет то есть то что это феномен и родоначальник нового направления в садоводстве начальник новых сортов сорта образцов вот это именно он уникален спросите вот русон повода доскобилова бывшего залаба и настоящего кандидата наук абаканский институт загородных проблем который мне сказал константинович и от тысячи абрикосов видел он сам узбек вот и бывший этот директор узбекской из там воли татрицкая узбекская ну короче не ази он был директором научной станции вот этот феномен половина веток уже сухих тогда я принял решение еще год чтобы набрать все-таки он тоже свистей плодоносит пусть половина веток уже но как бы это уже старость вот в прошлом году я видел что это уже старость и тогда я сказал себе одну старость старость в этом году вообще трогать не буду в следующем году вот здесь вот этот пилю от пилю здесь вот где моя рука вот здесь вот так и вот это тоже самое вот я развил кого там посмотрите сюда вот видите где развилка тоже от пилю и она выбросит много вот таких побегов восстановит плодоношение и еще лет пять десять нас порадует тогда она пойдет на рекорд после сильной оболаживающей обрезки поняли да все благодарю за внимание и так термин инфицирования помогайте чтоб он вошел в жизнь вот и обращаясь молодым ученым те уже все вырастить абрикосовая сады не смогли всем я их и поздравляю а тот кто мог уже на том свете косточки с этого бесценны но я их уже продал и было немного так с пол ведра черенки вот три черенка отсюда взяты вот еще раз называется абрикос нет это супер манджури абрикос супер манджури вот но сейчас что подожду реакцию на этот фильм и дальше буду просто вот это все срезаться и на костер вот посмотрите какие прекрасные приросты и вот эти приросты вон мощные они говорят о том что это дерево абсолютно здорово еще раз вот эти все дурь когда заставляет людей вырезать мох лишайники грибы дерево лет часами вот это совершенно вот видите светлый кора все смотрите это отпадает сама сама а это уже совершенно здоровое дерево вот никогда не вмешивайтесь не мажьте не берите эти по шпателе не берите в руки стамески не вырезайте не замазывайте не кассе ничего не делайте только само дерево может себя вылечить все все остальное вы их наоборот губите так благодарю за внимание жду покупателей на вот эти вот ветки